В нашем музее «Мир Говорящих Машин» мы проводим экскурсии, посвященные голосам Победы. И наша идея рассказать об истории войны через голоса участников. В этом нам помогают пластинки. В частности, у нас есть альбом пластинок «Великая Отечественная война. Документы и воспоминания», где мы можем услышать рассказы участников событий. Например, есть запись, когда главнокомандующий СССР объявляет о всеобщей мобилизации. Он зачитал эту речь по радио в первые дни войны. Программа борьбы советского народа в Великой Отечественной войне. Программа мобилизации всех материальных и духовных сил страны. На разгром врага. Все для фронта, все для победы. Такова была главная идея директивы. 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в стране. 3 июля по радио выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин. В основу его речи была положена директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня. Парни, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, К вам обращаюсь я, друзья мои. Вернули воинные нападения, дитя русской Германии, на нашем уровне, начатый 22 июня, поражается. Неснокомно генерическими сопротивлениями Красной Германии, неснокомно то, что лучшие дивизии врага и лучшие части неволочей были разбиты и нашли себя в войну. На поле страдения враг прорезает лезть вперед. Нашли на фронт новые силы. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Всего на прорыве войны наша страна вступила в сфотку со своим землищем, николаву и врагу, германским фашизмом. А человек с нами сражается с врагом, вооруженным дарубов, танкам, алиациям. Красноярные из Красных Германии приоролевали в экшистные должности самопурия вернуться за каждую пять советской земли. Он вступает в главные силы Красной Германии, вооруженных тысячами танков и самолетов. Харапосту вооруженных Красной Германии, беспримерно. Наш оборуд в руку кричит и растет. Вместе с Красной Германии, а защиту вооруженных, поднимается весь советский народ. Председатель Государственного комитета.